всем привет с вами Эльдар Муртазин и сегодня такая диванная аналитика сижу я правда не на диване хочется развалиться но дорогие мои вопрос который не терпит отлагательств мы это обсуждаем с вами постоянно что происходит с ценами с ценами на электронику в данном случае сим-эджектор возьму и в самые ответственные моменты будут загонять себе куда-нибудь вот так буду его держать что я хочу сказать я сегодня когда ехал в офис для того чтобы записаны мы записывали разные видео и я подумала закончилась эпоха действительно эпоха низких цен на электронику плавно подошла к концу она завершилась ведь раньше было соревнование прекрасно его помню еще во времена кнопочных телефонов когда телефоны были достаточно дорогими m-serie motorola мы стремились к тому чтобы мы с моторолой motorola стремилась к тому чтобы сделать самые дешевые телефоны я помню когда я добыл с боями roadmap дорожную карту новых моделей компании motorola там было две модели которые вообразить себе было невозможно с кодовыми названиями C030 C050 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 и C030 обозначали стоимость этих моделей на полке в америке 30 и 50 долларов соответственно появились они позднее в тот же год появились по другими названиями вы их прекрасно знаете потом появились модели C115 например которая была вообще долларов 15-20 самая дешевая модель и это был по моему 2005 год точка отсечки проблемы евросети Женя Чичваркина вот как раз таки погорела на таможне там партия таких аппаратов которые вызволяли с привлечением в итоге не вызвали но там американский посол в россии участвовал в этом и motorola там подорвалась но тем не менее якобы уничтожили бульдозерами огромную партию потом она всплывала на просторах необъятной нашей родины это было время когда каждый производитель чего угодно в электронике видел свое будущее очень просто что с каждым годом количество продаваемых устройств будет расти потому что растет потребность их стоимость будет уменьшаться и электроника становится общедоступной и так всегда было это была эпоха дешевые электроники когда вы покупали что угодно и могли купить за любые деньги фактически сегодня можно сказать что электроника тоже стоит недорого но случилось несколько моментов каждый из которых в общем-то заставляет нас не то чтобы вздрогнуть но пересмотреть свои взгляды момент номер один нам стало не нужна дешевая электроника ну правда положа руку на сердце мы наигрались мы знаем что из себя представляет недорогой смартфон и нам этого счастья не нужно мы говорим нет недорогой смартфон я не хочу такой недорогой смартфон я хочу смартфон пусть он будет подороже но удовлетворяет моим потребностям и так говорит каждый человек каждый из нас готов заплатить чуть больше но чтобы смартфон работал подольше не один год а два три четыре мы не хотим менять электронику ежегодно эпоха рациональности в том числе знаете вот так эпохами раскидываться очень хорошо говорить о вот эпоха такая эпоха сякая тем не менее эпоха рациональности тоже появляется но это тоже пол как бы истории она не вся в этом заключается это не потому что мы такие стали продвинутые умные выбираем рационами да нет эмоциональные покупки они как были так и никуда не делись но обратите внимание стоимость флагмана в каждый год растет мы начинали ведь с цены флагмана многие забыли об этом 500 600 долларов сегодня флагман ну вот берем там фолд 1700 2000 долларов 2000 долларов то есть цены изменились три раза практически в три раза выросли цены за достаточно короткий период времени за какие-то 15-20 лет но за 15 даже скорее а если брать промежуток в последние пять лет то рост цен ускоряется даже в среднем сегменте берем какой-нибудь galaxy a54 сегодня galaxy а 50 51 4 года назад рост двукратный неважно в рублях в долларах в чем вы измеряете в два раза цены выросли и причина она достаточно простая рынок электроники перестает расти как раньше компоненты растут цене и сдержки для компании вырастают ну потому что не такой массовый рынок конкуренция выше тоже надо принимать во внимание и все в буквальном смысле дорожает ноутбуки компьютеры телефоны часы все что угодно и в двадцать третьем году наверное это первый год когда это становится заметно буквально для всех производителей для всех ценовых сегментов и тут наверное проигрывают те кто первым выходит с этим на рынок ну вот например компания huawei mate x3 160 тысяч рублей а huawei watch buds 35 тысяч рублей и такое ощущение да вы ребят там рехнулись сошли с ума оставить такие цены и нам кажется потому что но многие люди живут в старых ценах там ценных 22 до 21 года ты 20 кажется что очень дорого берем анонсы других производителей начинаем осознавать что цены растут для всех отличается только то в какой момент и кто объявляет новые цены и как они бьют по всем вот отличие только в этом и становится конечно знаете так как-то не по себе потому что у нас возникает вот этот дисбаланс эпоха недорогой электроники закончилась читаю новости также как и вы может чуть раньше не суть важно читаю новости они все говорят об одном и том же производство недозагружено производство компонентов недозагружены это значит очень простую штуку что цены на них сейчас за товар к компонентов много а дальше производство сокращается линия выпускает не 100 единиц продукции от 50 а купить эту линию нужно ровно также как раньше себестоимость единицы продукции растет перенос производства америку например или в европу куда угодно означает большие инвестиции недозагруженность большая конкуренция ну и так далее цены будут расти и цены растут уже не на 10-15 процентов как было это несколько лет назад до пандемии они ускоряются то есть мы сможем увидеть рост цен там от 15 до 25 процентов в течение года на всю электронику без исключения вывод достаточно простой эпоха дешевой электроники заканчивается к этому надо привыкнуть это тяжело но с этим придется свыкнуться а те кто хочет купить действительно что-то интересное что-то хорошее имеет смысл не ждать а покупать сейчас и обращать внимание на модели предыдущих сезонов потому что они дешевле они как правило даже более качественные более интересные насыщенный не про все модели говорим да не про всех производителей но как правило это действует для большинства компаний на рынке вот такие вредные советы или полезные смотрите сами сцены идут вверх и хотим мы того или нет это остается основным лейтмотивом рынка электроники во всем мире россия здесь не какое-то счастливое исключение все ровно то же самое на этом все удачи и хорошего настроения пока